МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом, мои дорогие друзья! С вами Ромин Каплан, и мы сегодня поговорим о талите или о циците. Талит или талит-гадоль – это молитвенное, так сказать, покрывало, которое мы видим на наших мужчинах в синагоге. Они надевают его во время молитвы. Он является напоминанием о Завете со Всевышним, потому что, как бы он ни выглядел, его значение в кистях, которые подвешены к уголкам. Что такое цицит, дорогие друзья? Цицит – это кисти. Это тоже одна из заповедей, и эти кисти напоминают о заключенном Завете со Всевышним. Кисти из четырех нитей продевают через углы талита, и в восемь концов связываются узелками. Талит был и остается предметом еврейского гардероба. Сама заповедь звучит так. На всю одежду, имеющую четыре угла, прикрепи на концы кисти цицит, которые будут напоминать о заповедях. Кисти на талите должны быть прикоплены к талиту, и одна из них должна быть голубой. Когда мы читаем заповедь текста Торы, там говорится «Возьми нити, одна из них голубая». Эта заповедь была основана на том, почему талит не носят ночью, почему в талите не спят. Это заповедь светлого дня, когда можно зрительно отличить белую нить от голубой. «Почему мы редко видим голубые нити в циците?» – спросите вы меня. Потому что красили их специальным красителем, который давал голубой цвет тхелит. Этот краситель был древним, и после ухода еврейского народа из страны Израиля в страны рассеяния он был утрачен. И на протяжении многих столетий синюю нить оставляют белой, так как не уверены, из чего же и по какой технологии делалась та самая голубая нить. Сейчас в Израиле, мне известно, два места есть, где восстановлена, по мнению некоторых равинов, та самая технология получения красителя, и где окрашивают голубую нить. Полосы бывают абсолютно разные. В Европе традициональным считается тхелит с черными полосками, и это связано с одной легендой. Когда еврейский народ после изгнания, после разрушения Иерусалима думали, что навсегда покидают родной город, они обмакнули пальцы в пепел сожженного Иерусалима и оставили следы на своих одеждах. Они ушли в надежде, что эти символы, скорби, в скором времени обратятся некими символами триумфа. И тогда появляется голубой талит. Вернувшись в 20 веке на территорию Израиля, его начинают носить сионисты. У большинства современных талитов нет нити голубого цвета, о которой мы с вами уже говорили. У типичных талитов есть четыре кисти на каждом углу, соединенными несколькими узлами и витками в такой последовательности. Двойной узел – семь витков, двойной узел – восемь витков, двойной узел – одиннадцать витков, двойной узел – тринадцать витков, двойной узел. Используя нумерологический подход, можно увидеть, что количество витков эквивалентно фразе на иврите «Бог един». Также добавив нумерологический эквивалент слова «цицит», то есть числовое значение, которое равен шестьсот к восьми нитям и пятью двойным узлам, мы получим шестьсот тринадцать, что соответствует, согласно нашей традиции, общему количеству заповедей в Торе. Талит одевают во время молитвы. Все евреи носят особый талит под одеждой, который называется талит-катан, или маленький талит. В Кабале есть два понятия – «ор-пними», то есть внутренний свет, и «ор-макив», окружающий снаружи свет. Эти два понятия связаны с присутствием Всевышнего в нашей жизни в двух разных аспектах. Всевышний находится внутри любых объектов и одновременно находится вокруг, окружая все объекты. Когда человек надевает талит, он представляет себе, что его окружает, и окружает божественный свет. Такое ощущение талита требует от нас веры и, конечно же, практики. Если человек не верит, не дай Бог, Бога, то и талит ответит взаимностью и останется простым кусочком ткани. Но даже если человек верит во Всевышнего, необходимо в своих мыслях, на иврите это называется «кавана» в «каване», иметь в виду, что наш талит представляет для нас окружающий нас свет. Для освоения такого подхода нужна практика и, конечно же, опыт. Наше сознание и подсознание должны научиться представлять себе это мистическое измерение талита. И тогда талит станет нашим важным ресурсом. Итак, если мы хотим, так сказать, медитировать или сделать связь со Всевышним или увидеть присутствие Всевышнего в нашей жизни, мы можем воспользоваться талитом-цицитом как мощным инструментом. Талит и цицит – это не только заповедь, это настоящий еврейский бронежилет, спасающий человека от всех бед. Наши мудрецы учат, что цицит – это единственный заповедь, с помощью которой в течение практически 24 часов в сутки мы одновременно исполняем все 613 заповедей. Этого я нам всем и желаю. Браха ва тлаха, будьте здоровы, носите цицит и талит. Шаббат шалом, ваш Равин Капла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok